Санкт-Петербургский музей Фаберже привез свою уникальную выставку «Сокровище императорской России». В экспозиции около 150 произведений русского ювелирного искусства эпохи, которую по праву называют эпохой Фаберже. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. Уникальная коллекция «Фаберже. Сокровище императорской России» не исчерпывается только пасхальными яйцами. В собрании музея Фаберже немало драгоценных изделий, связанных с историей семьи Романовых, а также других выдающихся людей того времени. Собранная культурно-историческим фондом «Связь времен», выставка начала экспонироваться на постоянной основе в Санкт-Петербурге еще в 2013 году. И начиная с лета 2021 года, ювелирные шедевры из этой коллекции вновь можно будет увидеть за пределами северной столицы. И первым в этом списке оказался именно Сочи. «Для нас большая честь, что императорское достояние находится в нашем городе, что начало Большого турне по России вы начинаете именно с нас. У нас как раз начало летнего сезона 2021 года. Сегодня и празднования в городе, и в рамках Дня города проводятся. И сегодня наши жители, наши дорогие туристы могут посмотреть в очередь достояния нашей страны». Одно из самых знаменитых и дорогих украшений своего времени, созданных фирмой «Фаберже», это пасхальное яйцо «Лавровое дерево», которое Николай II в 1911 году подарил вдовствующей императрице Марии Фёдоровне. Корона из 325 нефритовых листочков украшена розовыми бриллиантами, цитринами, аметистами и золотыми цветами. Из яйца при заводе механизма выскакивала крохотная птичка, покрытая золотыми перьями. Этот механизм работает до сих пор. Неповторимые шедевры, созданные для императорской семьи, до сих пор вдохновляют на создание предметов культуры. Так наш современник Вадим Тишин, художник-график из Рязани, нарисовал серию работ, впечатлившись именно коллекцией этой выставки. Я очень вдохновился экспонатами, и мне пришла такая идея. Я вообще работаю на тему хрупкости, и с темой хрупкости, и соединяю разные элементы. И как бы хотелось как-то соединить вот эти вот чудесные сказочные образы в такие хрупкие композиции. Фирма «Фаберже» работала и с императорскими подарками, созданными по единственному принципу – никогда не повторяться. И с изысканными фантазийными предметами, ювелирными украшениями, аксессуарами, украшенными эмалью гильяше, парадным серебром, иконами в драгоценных окладах. А дополняет экспозицию изделия современников и конкурентов «Фаберже» – московских и петербургских ювелиров, работавших на рубеже XIX и XX веков. Музей «Фаберже» в Петербурге – это самый большой музей в мире, это самая большая коллекция «Фаберже» в мире. И мы, конечно, произвели сюда только часть коллекции, но я думаю, что эта часть довольно значительная, и она точно украсит ваш город и, наверное, вызовет очень большой интерес, мы очень на это надеемся. Прикоснуться к императорскому достоянию нашей страны и увидеть шедевры ювелирного искусства можно до 15 сентября на территории исторического морского вокзала Сочи.